всем привет привет мне зовут анна грешенкова и я эксперт команды эйми это наш второй заход на эфир ибо прошел звонок вконтакте эфиры сбиваются если проходят звонки поэтому я думаю что вы это смотрите первый раз поэтому я все проговорю что мы сегодня будем делать сегодня отличный огненный эфир потому что осень только вступила свои права мы рисуем осенние дизайны и сегодня у нас отличная тема сегодня просто два дизайна в одном сегодня два дизайна в одном потому что сегодня покажу как сделать крапушки если у вас в материале нет этих частичек и также у нас будет еще дополнение в виде теневых красивых очень растений флористики и просто веточек которые сделаю акварелью кто ждал шикарных ногтей шикарные ногти на месте мы уже про них конечно проговорили в начале но я еще разочек обращу на это внимание с вашего позволения давайте перевернемся на стол и я все покажу да здравствуйте девочки еще раз олечка здравствуйте вконтакте очень неудобно когда проходят звонки случайные хотя вроде как у меня блоки стоят на звонках но все равно кто-то пробивается непонятно надеюсь что это не повторится я подготовила вам сегодня аж целых три типса и кто ждал до ногтей могу показать вот такие вот ногти был вопрос до этого выкладной это ногтевой ложе или нет ногтевой френч нет они выкладной френч это френч рисованный но ногтевое ложе сделано под выкладной френч и запилена это фантазийные ногти но они очень хорошо носибельные потому что все у меня точки укреплены апекс поставлен ребро жесткости выстроена то есть все сделано для того чтобы это все не ломалось и было очень жестким да а кончик это у меня арочные гелевые типсы от эми они у меня не перекрыты ничем кроме топа поэтому они очень легкие и носится вся эта конструкция как нарощенная двоечка вот такая у нас сейчас английская тема клетка это у нас курс эксклюзивный в клубе tartan называется мы там как раз разбираем как ее рисовать и я решила сделать вот такие вот прикольные ногти в английском стиле и добавить сюда свою бульдожку который обычно у меня храпит на эфире сегодня он дома поэтому храпить никто не будет но он с нами на ногтях так ну все погнали рисовать творить красотищу так что мы сделаем я выкрыла 3 покрыла уже три фона сделала за кадром да еще поговорили в начале того эфира почему у меня разные ногти на руках это я думаю ни для кого не новость да когда на одной руке короткие на другой длинные это сделано для того чтобы делать фото контент и всем советую делать именно так потому что на клиентах очень быстро всегда нужно сфотографировать и красиво и не всегда это получается наш клиенты торопятся и если вы хотите сделать себе красивый интересный контент с вау-эффектом лучше всего это делать на своих четырех пальцев тоже четыре пальца вполне достаточно для того чтобы их разложить сфотографировать и разместить у себя где-то в соцсетях до либо снять мастер-класс так для начала я хочу сделать такой аквариумный эффект я его буду делать при помощи крапушек крапушки у меня будут нарисованы для этого я возьму черную м-пасту посмотрю отключила я нет не включила маску возьму черную м-пасту и возьму вот такую вот щеточку для пыли уже может быть немножко разлохматившуюся даже лучше будет если она будет разлохмачена открываю и пачку ее в импасте убираю волоски и у меня получается вот такая вот щетинная крапушка которая я могу применить частично мы поставим эти крапушки прямо на фон до посушим анечка вы случайно не свою собачку нарисовали тогда тогда свою конечно чтобы он был у меня со мной моя сюси пусечка как же мама без него так и то же самое на третьем лучше всего если вы хотите прям точечки-точечки то тыкать аккуратно да не сильно чтобы чир они не появлялись все сушим какая прелесть да он у меня такой пончи то мой пончик такой прямо булочный хочется его сними тискать и щипать оляшки так далее далее я могу взять либо soft milk гель если вы гелевой системы работать если гель-лаковой системы работаете то можно взять вот такой light cream base кель 12 я очень люблю эту базу она очень красивого оттенка молочно-молочно-розового но на ногтях в тонкий слой она в принципе смотрится как молочная не сильно дает розового оттенка и мы делаем с вами промазывание чтобы у нас немножко ушло все на второй план и можем чуть-чуть сделать с выравниванием в центре такой получается фарфоровый эффект красивый и заодно вы еще лучше выравниваете ногтевую пластину сушим можно перевернуть для центровки то же самое на сереньком серенький у меня это 426 кстати очень красивый оттенок нейтральный с очень 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 легким шиммером делаю легкое выравнивание так же как я это делала на предыдущем ноготочки и горчичка горчичка в этот раз по горчич не в предыдущем наборчике осенним она была более такая оранжевая как тыковка здесь она чуть чуть похолоднее как вот очень похоже на прям на горчичку на руках очень прикольно смотрится но я вообще люблю такие горчичные оттенки вчера кстати ходила новую оправу смотрела себе очень понравилось как раз вот такого оттенка горчичного оправа как ну как не странно вроде такой цвет на лице не очень даже зашел так теперь теперь мы возьмем с вами топ вельвет поскольку мы будем нарисовать акварель кай топ вельвет для акварели акварелью я буду рисовать кисточкой моей любимой для акварели к м3 от эми это у нас красный соболь она уходит на тоненькую тоненькую окончание на один волосочек прям буквально и ей очень круто рисовать ей кстати гелем тоже классно рисовать она такая знаете универсальная она может и растушевочку сделать и под малевочек сделать и тоненькую линию провести красота рассушиваем и смотрите дальше вы можете еще раз обмакнуть кисточку щеточку в м пасту черную и сделать еще ряд крапушек они будут темнее чем те которые у вас под молочной базой и тем самым создавать такой эффект 3d это у нас как перепелиное яичко получается да такой модный эффект очень часто используемые вы можете частично сделать на первый слой цвета потом перекрыть молочкой чуть-чуть центровать и уже поверх за счет того что им паста у нас без остаточной липкости мы можем ей как снаружи рисовать так и внутри где угодно и уже не перекрывать вы можете поставить еще крапушек я это сделаю на одном из тип сиков но чуть-чуть попозже сейчас сначала порисуем мастер-класс мы назвали так загадочная игра теней почему потому что сегодня буду рисовать теневые теневые дизайны черной акварельской акварель у меня просто обычная самая из масс-маркета за 100 там с чем-то рублей для детского творчества то есть ничего там сверхъестественного никакой там очень супер дорогой акварель и я не использую ну можно конечно не но вообще у меня просто обычная акварелька сейчас так берем с вами салфеточку потому что нам понадобится салфеточка обязательно лучше даже две салфеточки одной салфеточкой мы будем вытирать излишки воды она другую салфеточку нам нужно постелить чтобы мы вытирали кисточку для нее я возьму такую следу чтобы не намокла бумага а эту я буду держать вот так в руках и буду ее вынимать и смахивать излишки так беру водичку беру country и развожу акварельку в принципе вы можете все что угодно рисовать давайте мы с вами нарисуем три три мотива на какие-нибудь сейчас придумаем общая концепция в голове есть но прям конкретного еще нету так здесь мы будем рисовать с вами такие степные травы назовем их так степные травы рисуем прям широко и уходим на самую самую тоненькую берем и собираем излишки у нас остается вот такой вот след полупрозрачной дымки я хочу еще более полупрозрачной поэтому я добавляю водички чтобы у меня была более водянистая акварель и меньше в ней было пигмента также собираю еще разочек потихонечку допустим коми будет какой-то сучок на заднем плане делаем его таким можно все с кисточки убрать добавить еще что было прям полупрозрачно и добавить еще например как будто что-то там сзади совсем ничего вообще непонятно немножко просто для того чтобы был еще дополнительно какой-то фон сложный и было понятно что у нас много травинок и они между собой так вот все переплетаются что делаю теперь теперь возьму побольше пигментика и точно так же нарисую веточку собираю излишки влаги чтобы она у меня не скапливалась за счет того что у нас где-то в акварели пигмента побольше где-то поменьше у нас что-то смотрится как будто в дымке на заднем плане а что-то как будто более очерчено и на переднем плане так потихонечку добавляем листиков где-то если вы видите что например у вас хорошо легло одно на другое хорошо видно можно даже и не промакивать но в любом случае мы всегда помним что акварель нам нужно очень хорошо просушить тоненьким волосочком зависаем и прорисовываем прожилочки некоторые очень хорошо когда вы делаете несколько ногтей на клиенте потому что вы пока один сушите на воздухе то что акварель на воздухе сохнет у вас допустим вы работаете над другим ноготочком допустим я хочу усилить какую-то травиночку здесь мы нарисовали вот такой вот дымку дальше мы будем делать с вами прорисовку уже поверх им паста и поэтому у нас вот это все останется на фоне как будто но в тумане очень красиво будет смотреться кстати можно прямо вот практически не невидимая акварелькой практически без пигмента нарисовать например еще какой-нибудь веточку или листики и они будут прямо вот сзади сзади как раз как будто вот в каком-то таком тумане находиться и потыкать и будет вот так как будто у нас многослойный многоуровневый рисунок так все это оставляем сушиться на воздухе и берем с вами следующий тип сик следующий типчик у нас будет с вами абстрактный нет не абстрактный будем рисовать цветочек так цветочек 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 будет спускаться он сверху вниз наш цветочек намечаем серединочку зря и отложила салфетку потому что будем опять собирать излишки и из него пошли пойдут у нас лепесточки думаем примерно как мы будем располагать это может быть такое как ромашка какая-то немножко уядшая рисовать достаточно быстро вы просто ставите на тоненькую такую ножку и потом просто прижимаете кисточку она сама ставит вам мазочек а если вам например хочется какой-то листик сделать более прозрачным сделать это очень легко просто все смываем с кисточки серединку добавляем водичку и промакиваем у нас становится листик такой более прозрачный размываем немножко пигмент и собираем его так тоже пока чуть-чуть на воздухе посохнет моя ромашка и следующее делаем типсик следующий типсик у меня будет как раз абстрактный просто я очень люблю такие вот овалы рисовать потому что их рисовать очень простую просто кисточку прикладываете и излишек воды вот так вот собираете какая есть в акварели опасность есть опасность того что вы не просушите воду и тогда в этом случае у вас топ не сцепится с предыдущим покрытием обязательно очень внимательно и хорошо просушивайте воду потому что вода она в гелевой системе очень губительно если остатки воды есть то в этом месте у нас сцепление не происходит оставляем так здесь у нас просохло поэтому в принципе давайте попробуем этот типсик сделать прозрачным глянцевым точнее глянцевым возьмем покроем текласом будет нас глянцевым сушим так здесь что смотрите если мы не хотим например чтобы у нас пересекать размывались листки листики да и хотим сделать пересечения листиков то мы можем покрыть также вельвет топом можно даже не весь ноготочек а только локально там где у нас сейчас есть рисунок промазать чтобы у нас просто сейчас когда мы будем второй ряд лепестков рисовать чтобы у нас не получалось так что они один другой размывал один другого размывает поэтому я сделаю вот таким образом а а здесь мы можем дальше рисовать но нужно хорошенько было просушить мы это в принципе сделали и рисуем такие же в точности элементы но берем пигменты чуть чуть побольше и один в другой мы вставляем всегда у вас то что вы вставили заново будет темнее чем предыдущий потому что акварель она такая как вуалька она накладывается один слой на другой похоже знаете на шифоновую ткань и всегда то что у вас вверху будет темнее чем то что было снизу так тоже послушаем и я еще потом когда подсохнет вот сюда еще 3 вставлю так здесь у нас просохла ухом и мы допустим им пасту черную черная смола тоненькую кисточку линеарку и мы можем порисовать поверх это очень удобно когда вы например частично что-то нарисовали в глубине и вам хочется например более яркого чего-то сверху у вас будет уже рисунок барельефом высыхать будет без остаточной липкости перекрывать его не нужно и получается у нас с вами эффект как будто на фоне тумана у нас какие-то листики прямо у нас перед носом а какие-то отошли на задний план конечно лучше всего не сильно перегружать задний план чтобы вас потом не получилось перебора ну назовем наверное этот дизайн холодное осеннее утро в поле когда вы туманчик такой роса может быть за грибочками идете травушки муравушки вынимаем несколько девочки у всех завис эфир или напишите поставьте плюсики кто сейчас в эфире потому что я смотрю по количеству человек что смотрят эфир кто-то спасибо большое ну все мы здесь можем еще нарисовать какой-нибудь там травку типа пастушьей сумки а нормально все отлично спасибо и например у вас там висят такие это зернышки но это травки тоненькими тоненькими веточками вот такая у нас получается штука так здесь здесь делаем нахлёст в листиках тоже можно регулируя количество пигмента делать или светлее или темнее у нас будет лица нахлёстываться друг на дружку также можем поставить такую серединку кисти не портится но посмотрите если вы уже акварелью рисуете какой-то кисточкой то конечно не нужно ей рисовать теперь гелем потому что кисть ты сама от акварели не портится но гелевый материал и акварель они разобавляются разными жидкостями акварели разбавляется водой а геля гелевая система не разбавляются спиртосодержащими материалами такими как клинеры да и поэтому если вы например этой кисточкой которая вы рисуете акварель залезли в гелевый материал то у вас кисточка будет вся пропитана гелевым материалом его вы можете вымыть с помощью спирта соответственно она у вас будет каждый раз подвергаться насилию да то есть вы спиртом промыли для того чтобы акварелью порисовать в воде и искупали если плохо промыли то вода будет отталкиваться гелевым материалом и наоборот если у вас осталась вода потом то гелевый материал тоже не очень хорошо будет себя вести в на акварельной кисточки то есть если вы уже стали акварелькой рисовать то вы эту кисть держите для акварельки а если вы гелевым материалами работаете этой кисточкой то тогда соответственно оставляйте ее под гелевые материалы и в акварель в воду день не лазить иначе она будет себя потом плохо вести в гелевых материалов так я сейчас оставлю потому что я еще хочу дорисовать немножко графика темной и вы уже увидите что будет по итогу это пока на воздухе тоже у меня сохнет сюда я хотела третий овал ставить сейчас нет и сделала что у меня была такая фактура дерево что ли спила тоже на воздухе так есть мы завершили типсик здесь у нас морозное осеннее утро получилось так дальше эти два я перекрою я думаю что тоже вельвет топом и они у меня будут матовым как видите сегодня у нас даже три получилось дизайна до нарисовать техники достаточно быстро и если вы параллелите две руки то пока одна сушится вторая уже доделывается поэтому не надо просушивать как я просушиваю отдельно и кстати под глянцем тоже неплохо смотрелось так акварель убираем с акварелью мы закончили и теперь у нас останется сейчас только прорисовки вот чем я очень люблю вели то девочки тем что он может дать вам возможность продолжить работу уже прям вот практически мгновенно то есть он подсыхает сразу становится матом до конца высыхает чуть позже но рисовать вы уже можете начинать даже если он у вас не до конца просушенный тоже беру им пасту черная смола и буду прорисовку делать делаю тонкий стебелечек тычиночки тоже на это будет все на поверхности и рисую вот такой вот полупрозрачный лепесточек какие-то у меня будут возможно заполнены а какие-то лепесточки будут пустые просто с графикой а если мне где-то хочется лепесточек какой-нибудь подчеркнуть я могу тоже это сделать либо нарисовать дополнительный например вот у меня вот такая вот ромашка ну и соответственно я могу добавить также попачков мою щеточку уже точек где-то например на поверхности слушаем можно надпись шарми кончиком сделать тоже прикольно будет так здесь здесь можно сделать графику если там у нас шла в основном флористика тут мы можем например пустить какую-то графику и сделать более графичный рисунок и где-то штриховочку например то есть поняли да разного характера можно делать рисунки можно делать такие более флористические мотивы можно делать более геометрические уже смотря какая у вас задумка и какой запрос у клиента вот видим что там вот такой вот геометрическое пришло также можно усилить где-то если у вас например 3 овал не поместился можно его нарисовать просто черненьким также на матом будет прикольно смотреться эффект ампасты то что она глянцевая я думаю хватит такой получился необычный интересный вариант я думаю что клиента не отпустят за руки похватают с таким вариантом прикольно мне нравится но я вообще геометрию люблю всякую разную разнообразно так ну что девчонки спасибо вам большое что вы были со мной спасибо тем кто подсоединился еще разочек после нашего тут сбоя думаю что мы провели все заново все уже начисто такие вот сегодня были дизайны посмотрели сегодня как делать крапушки если их нету в материале посмотрели видите какие варианты глянцевые матовые порисовали и акварелькой и порисовали также эмпастой любимой любимой находятся создали я думаю такое вот осеннее настроение до таком такие они нежные получаются воздушные минималистичные вот с этим прям просится какая-нибудь надпись интересная может быть на соседнем ногте ну и как обычно самые универсальные у нас компаньоны к этому всему это градиенты градиенты как раз в этой цветовой гамме в этой в этом диапазоне вообще шикарно смотрится потому что близкие цвета друг дружки и если вы их будете градиентить один другой то отлично они будут я думаю что друг друга входить без каких-либо вообще проблем как обычно можно будет скриншотить ваши красивые ручки спасибо можно можно но скоро выложим еще фотку хорошую так ну что у всех люблю обнимаю надо новых эфиров до новых идей и я думаю что эти дизайны вполне себе скоростные вполне себе салонового варианта и надеюсь что вы их примените в работе они вам помогут помогут вам помогут удовлетворить осеннее настроение ваше спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!